Я помню это ощущение абсолютной пустоты и абсолютной тишины. Первый вопрос, который я сама себе поставила, был, возможно ли историческая живопись в нашем времени, как, например, плод медузы или герника, но они все основаны на каком-то одном большом событии. А сейчас я так понимаю, что очень сложно говорить об одном событии, что есть вот этот вот просто поток новостей, в котором мы все живем, и при этом этот поток очень часто ангажирован провластным таким дискурсом. И я подумала, что, возможно, историческая картина нашего времени – это не одно большое громкое событие, а это много разных личных событий, личных историй, которые и складываются. Это мой диплом в школе Родченко, называется «Он в этой стране». И эта видеоработа, она была сделана на основе сочинений школьников. Может быть, эта страна еще существует? Люди там работают, и спортивные соревнования устраивают каждый год. Такой есть дом на улице Косыгина, дом пионеров. Я подумала, какое странное место, что как бы архитектура, конструктивизм, при этом все песенки, которые там на территории, абсолютно советикус, вообще никуда дальше, никаких новых песен почему-то для детей не придумали. Значит, строят они там в кружках тоже очень советские самолеты. И я думаю, как интересно, что как бы современные дети, 21 век. Ну, тиктока еще не было, но, в принципе, как бы наше время. Но это все здание, это была такая машина времени. В этот момент мне пришла идея в голову, собственно, спросить этих детей, что же они сами думают про Советский Союз, раз они в нем растут, как бы в какой-то степени. Да, и тогда я попросила школьников 10-12 лет написать сочинение на тему «Как вы думаете, жили люди в Советском Союзе?» И вот, у меня была вот эта стопка сочинений. И я, конечно, очень удивилась, когда их получила. Там были совершенно разные мнения. То есть были мнения про то, что в Советском Союзе люди вообще не выходили из дома, они только сидели дома и плакали, и боялись, что за ним приедет черный воронок. А были мнения, что нет, там люди все были очень счастливы, потому что не было никакого интернета, и все общались в жизни, а не как мы сейчас. Решила взять те цитаты, которые мне показались наиболее неполярные. Какие-то клише там были, например, то, что там стояли 25-километровые очереди за зеленой колбасой, заметьте, даже не за красной. Что там была специальная профессия доносчика. Что, может быть, эта страна еще существует. И на основе вот этого материала я сделала видео, где повторяется рефреном «В этой стране…» «В этой стране…» И визуальная часть – это, собственно, такой театр теней, анимация, которую я все вручную сделала. И получилась вот такая вот мифологема, мифологическая сказка о какой-то стране. И я специально не упоминала Советский Союз на протяжении видео. И только в конце есть титр о том, что это по сочинениям современных школьников о Советском Союзе. Наши прошлые очень сильно мифологизируются, особенно пропагандой. И я хотела показать другую сторону мифологизации прошлого через детей, которым обычно не дают вообще право говорить об истории и говорить о чем-то таком серьезном. В этой стране все думали, что скоро война снова будет. Балкон возник в моей жизни совершенно неожиданно. Из-за абсолютно тотального одиночества, с которым он мне помог справиться. Значит, я была в городе Загреб, жила там несколько месяцев, участвовала в программе резиденции Академии ВХВ. Это замечательные кураторы хорватские. Это программа интернациональная для художников со всех уголков земли. И пока я там была, развернулась пандемия. И все уехали. Я очень хорошо помню это ощущение, когда моя соседка по квартире, которая жила в соседней комнате, Мария Луиза из Колумбии, она уехала. И я помню это ощущение абсолютно, знаете, вот абсолютной пустоты. И абсолютной тишины. И было непонятно ничего. Когда я вообще уеду? Смогу ли я вообще уехать? Сколько это будет продолжаться все? На что я буду жить через два месяца, когда у меня закончится стипендия? Я помню, как мы прощались с Марией Луизой в 5 утра. Она летела в Колумбию. Мне пришла смс от Аэрофлота, что все, самолеты не летают. Живите как хотите. И я помню, что я зашла в эту квартиру, посмотрела на нее и подумала, ну ладно, будем как бы думать, что вообще у меня есть. Ну, глупо как-то расстраиваться, да, хотя бы я жива. И пока не заболела. И думаю, ладно, у меня есть вот балкон, комната и квартира. Уже неплохо. Даже две комнаты. В одной я спала, в другой у меня была мастерская. И я подумала, какой вообще хороший балкон. Открой-ка я там свою галерею. Потому что больше мне ничего не оставалось. И так я помню, 20 марта 2020 года, вообще круглая дата. День рождения галереи «Балкон», когда я ее основала и повесила там первую работу, гигантскую акварель. Все жители домов соседних никто не протестовал, не был против и не высказывал никакого ни малейшего недовольства. Наоборот, мне начали звонить журналисты с балканских новостей, еще откуда-то. Брали у меня интервью, и я думала, ну и ну. В общем, на этом балконе он мне, в общем-то, помог пережить весь карантин. Я сделала там около 20 выставок. Я сделала, значит, выставку для птиц. Потом я продолжила этой выставкой, выставкой для жуков. И апофеоз этой всей балконной галереи с моими личными выставками была выставка, когда я делала, когда закончились все материалы. Я не могла купить краски. И я сделала последнюю выставку, которая называлась что-то типа «Когда закончилась вся бумага, можно рисовать на туалетной бумаге». И подумала, раз это галерея, не может же она показывать только одного художника. Я стала приглашать своих друзей-художников, которые тоже делали выставки на моем балконе. Например, была выставка романа мокрого, ее фотографии «Плыви в лето». Была выставка Даши Сиренко, ее поэзии «Заказное письмо», когда я попросила ее написать что-то врачам, какое-то послание. Потом были выставки моих коллег из ВХ Академии. И так потихоньку галерея «Балкон» приобрела международный вес и известность. И стала настоящей галереей, которая даже была представлена на космоску, на ярмарке современного искусства. Идея галереи в том, что там не какая-то одна работа висит долго, а в том, что она постоянно меняется. И там были представлены работы Марго Вчеренко, Саша Ануфриева, Варвара Горонкова делала прекрасный перформанс. Вот у меня такая еще идея с этим балконом, чтобы он был построен где-то на природе, чтобы он стоял уже не в помещении, а чтобы это была такая отдельная настоящая конструкция на природе, где-нибудь в горах или на озере. И там можно было тоже менять работы, может быть, кто-то из местных могли бы там что-то делать, проводить. Или просто сидеть, созерцать там. Очень надеюсь, что это тоже когда-нибудь получится. Вообще акварель я всегда любила, это была моя любимая техника, вот даже я когда училась рисунку. И она у меня всегда хорошо получалась, мне кажется, лучше, чем масло. Я тогда жила в загородном доме у своих друзей. У меня там было, у меня не было мастерской тогда, конечно же, своей. И я очень порадовалась возможностью как бы побыть в доме, где есть место как бы реально, где можно работать. Там было место на полу, я расстелила рулон на полу. Я всегда все эти акварели большие произвожу на полу, не на стенах. Потому что на стенах не получается нужного у меня эффекта. Ну и плюс на полу просто веселее. Как бы растелишь на полу, можно там вокруг бегать, танцевать, как-то двигаться. То есть это не такой статичный процесс, когда ты сидишь там, все вырисовываешь. Это вообще мне не нравится. То есть мне нравится именно вот эта такая перформативность этих акварелей, что я очень сильно задействую какую-то пластику, движения, что они там вытекают, перетекают. То есть я экспериментировала с разными акварельными методами. И я помню, что я очень сильно устала и пошла спать. И как бы на утро я прихожу, а там эти пятна образовались. И я думаю, боже мой, какие классные пятна. Как раз то, что мне надо. Я тогда делала как раз вот эту серию «Больше нас», «Большие акварели». Это была моя первая выставка как раз в Excel тогда. И они были посвящены такому очень тревожному чувству. И которое, это был 16-17 год, тогда очень сильно тоже были истории с протестами, с митингами. И я чувствовала, как бы, как вот эта индивидуальность немного подавляется вот этой властью. И какие-то из них, они были более образные, например, где люди стоят у стены. А какие-то были прям по фотографии сделаны. Например, там есть работа, где полицейский тащит женщину в белой одежде. Я помню, я увидела эту фотографию на «Медузе» и прям по ней нарисовала. То есть у меня белая женщина, ее нету. Это просто обрез, пятно белой бумаги. А вокруг нее это вот как бы олицетворение этой власти, внутри которой она зажата. То есть я довольно часто использую какие-то документальные свидетельства из интервью или из фотографий. Но всегда нахожу им какую-то другую немного форму. То есть мне очень все-таки важна форма, что это не чистый документ, а что он как-то переинтерпретирован. Потом, после вот этого первого проекта с акварелями, я эту технику использовала и в работе «Пикет», которую я сделала во время истории с Иваном Голуновым, когда его абсолютно незаконно хотели посадить за распространение наркотиков. И я очень сильно переживала эту историю эмоционально как-то. И ходили мы тогда тоже к суду и на протесты. И изначально эта работа «Пикет» была создана как такой плакат, что ли. Но потом она претерпевала, у нее есть вообще три версии этой работы. Первый вариант работы «Пикет» — это были отдельные фигуры, отдельно стоящие фигуры, как бы одиночный пикет. Они были выставлены в мастерских гаража на ВДНХ. В окнах там было, по-моему, восемь отдельных окон. То есть я их сделала прям по размеру каждого окна. И изнутри они подсвечивались светом, ну, собственно, пространства. Мне было важно, что они обращены как бы не к публике, которая приходит в мастерские, ну, к более-менее профессиональной публике, которая знает, а к людям, которые просто гуляют на ВДНХ. То есть это был такой вот пабликарт, можно так сказать. А потом эта работа, я ее решила еще сделать, как бы коллективный пикет, помимо этого одиночного. И есть еще вариант, где стоит, по-моему, 12 фигур. И они все стоят, такое одно большое полотно 7-метровое, тоже акварельное, тоже сделано этими заливками, но уже ярко-красного цвета. Вот этого цвета негодования, а вот этого цвета, как бы, солидарности с другой стороны. И вот цвета эмоций. И сейчас эта работа выставляется в Германии на большой выставке Diversity United в аэропорту Темпельхофф. Пикет еще выставлялся в ММС на Гогольском поливаре, у меня была выставка. Там было вместе три проекта объединено. Называлась выставка «То, что бывает с другими». Мне очень нравится это название, которое появилось благодаря Валентину Дьяконову, который написал текст про эту выставку, и я никак не могла придумать к ней название. И он там написал, что политика – это то, что бывает с другими. Перефразируя Бродского, который, в свою очередь, написал, как все знают, что бывает с другими. Да, так появилось это название, и там было показано три проекта. Как раз мое первое видео в этой стране, потом пикет, и третий проект – это моя работа без четверти 12. Это такая довольно сложная конструкция, сложно сочиненная работа. Это графика на пленках, значит, как все происходило. Я купила рулон пленки, в который заворачивают цветы, просто на рыночке цветочном. И начала на ней рисовать. Изначально она была вот такого размера, я ее разрезала на три части. Подумала, какой интереснейший материал. И начала на нем рисовать маркерами. И потом, как бы, на просвет посмотрела, что это классно смотрится через фонарик, потому что можно проецировать это на стену и делать любой вообще размер. И потом, как бы, я начала рисовать графику, тоже основываясь на новостной ленте. Но вообще импульс к этой работе мне дал Александр Блок. У меня иногда бывают какие-то такие щелчки, когда мне хочется что-то перечитать, что я читала, и посмотреть, как я буду это сейчас воспринимать. Потому что я чувствую, как я меняюсь, как человек, и как меняется мое восприятие. И, например, тот Пруст, который я читала, там, 10 лет назад, это совершенно другой Пруст, я думаю, чем тот, который я бы прочитала сейчас. И тут что-то меня щелкнуло, и я решила перечитать поэму «12 Блока». И она мне показалась настолько интересной музыкально сделанной, что там непонятно, с чьей точки зрения говорится, да, кто герой-повествователь. И я подумала, а можно ли, интересно, этот текст, эту поэму вообще как-то переинтерпретировать в графике? То есть можно ли ей, этой поэме, найти графический эквивалент, графический ритм? Но я не хотела ее иллюстрировать, но мне хотелось воспроизвести ритм нашего времени. В общем, я нарисовала три рулона с такой графикой, и вообще, я помню, вообще не могла остановиться. Потом я подумала, как интересно, если будет такая конструкция, чтобы эти пленки могли крутиться. И прекрасный инженер Владимир делал специальные конструкции, бобины, которые стоят на таком подиуме, и они крутятся. И как раз сзади лампочка, свет проецируется на эту пленку, и тени от этой графики проецируются на стены. Что впереди? Проходи. Что впереди? Далька. И пес. Падем спать. Вся власть. Вся власть. Это выставка называется «Разница во времени». Я над ней работала последний год. И вообще очень часто в моих работах так получается, что они основаны на интервью, на дискуссиях, на интервью, на цитатах. В основном это мои собственные интервью, которые, ну, скорее беседы даже с людьми. И здесь я разговаривала с моими сверстниками. Я их спрашивала такой вопрос. Когда они почувствовали, что они живут в истории? То есть, когда они почувствовали, что то, что происходит в каком-то большом внешнем мире, в новостях, их реально касается. Их реальность жизни действительно как-то эмоционально отражается на их состоянии или имеет какие-то последствия для них лично. И я взяла примерно 20 таких интервью. Но мне было важно не только документальную часть показать. Документальная часть есть в этих маленьких видео, где я непосредственно брала цитаты из интервью. Каждое видео — это отдельная история. Например, история девушки, которая училась в университете и не особо обращала внимание на то, что происходит в стране. В какой-то момент она решила поехать к своим родителям в Старый Оскол, навестить их. И она купила билеты на поезд, который шел из Луганска до Старого Оскола. Приехала на вокзал, и оказалось, что поезд задержали на 14 часов. И никогда в жизни такого еще не было, чтобы поезд задерживали реально на 14 часов. И в какой-то момент ей сказали, знаете, а поезд больше не придет. И с тех пор он никогда не приходил. И она рассказывает в этой истории, что через такой простой какой-то момент поезд, она почувствовала, как то, что вот эта война далекая реально непосредственно здесь. И как создаются эти границы. Не где-то там, а физически здесь, у нас. И вот таких вот историй довольно много. Они не все касаются политики. Какие-то из них более личные. Какие-то из них связаны с тем же карантином. И в этой выставке я собрала вот этот суп временной в такой вот образный суп. То есть я, с одной стороны, личные истории, вот здесь видео показала. С другой стороны, мне хотелось вот в этой росписи, большой стен, показать эти истории больше как такой визуальный эффект. И не рассказывать одну каждую отдельно. Потому что первый вопрос, который я сама себе поставила, был, возможно ли историческая живопись в нашем времени. Как, например, плод медузы или герника. Но они все основаны на каком-то одном большом событии. А сейчас я так понимаю, что очень сложно говорить об одном событии. Что есть вот этот вот просто поток новостей, в котором мы все живем. И при этом этот поток очень часто ангажирован провластным таким дискурсом. И я подумала, что, возможно, историческая картина нашего времени – это не одно большое громкое событие, а это много разных личных событий, личных историй, которые и складываются в этот моток времени, в котором мы живем. И поэтому мне было важно расписать стены, потому что это все закрасится через месяц и уйдет. Так же, как эти истории уходят, так же, как люди уходят. И наши переживания уходят. Здесь есть и мои личные какие-то впечатления. Они вот на этих красных работах. Началось все с них. И потом я уже перешла на интервью. И как раз интервью, на базе интервью были сделаны вот эти росписи и видео. Для меня это и есть история. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok